Прошел очередной месяц, который также запомнился нам событиями, не столь приятными для нашего народа и для наших близких людей. За этот месяц прошло более 30 судебных заседаний по делам наших близких. Было проведено два обыска. Один обыск был у Аблялимова Аблямита в Азовском, и второй обыск был в Жемчужине Крыма Кировского района у Делявера Гафарова. Ситуации разные. Аблялима после допроса отпустили, а Гафарова и Делявера оставили под стражей до 25 декабря. Также провелись следственные мероприятия в Старом Крыму у всеми нами известного Меметова и Сметага, когда правоохранительные органы в лице ФСБ пришли для осмотра его зданий и помещений. Об этом подробнее расскажем дальше. Также был вызов на допрос артивиста Крымской солидарности, это Сейдомета Мустафаева. И запомнилось также это задержание на границе, когда были задержаны Мустафа Агасаба, была задержана Лемара Абла Емусова, была задержана Ленора Абла Дюльбер и Джелялов Наримана Га. Был визит к Эмилю Курбидинам с вручением предостережения. То есть хочу акцентировать внимание на то, что все люди, в отношении которых проводились какие-либо бесчинства со стороны правоохранительных органов, это активные люди в Крыму, активисты своего народа и крымских татар. Мы видим определенную возрастающую тенденцию по давлению на адвокатов, на активных людей в Крыму и на народ в целом. Поступает часто информация о разного рода давлениях на активистов в Крыму. Однако все эти давления имеют обратную сторону, дают обратный эффект в отношении правоохранительных органов. Появляется все больше стримеров, появляется все больше активных людей, которые принимают участие, активное участие принимают в жизни своих близких и своего народа. Я думаю, почему это так? Потому что мы едины. Все-таки вот в этом зиждется наша сила. Мы никогда не оставляем друг друга в беде и не даем пропадать тем людям, которые незаконно угнетены. Пример пришел мне сразу в голову о единстве народа. Это те же одиночные пикеты, которые провелись в Крыму. Все началось, если посмотреть, с одного харбабашки, который вышел в здание Верховного Суда с плакатом, в котором нарисовано, было написано, что наши дети не террористы. Это был всеми уважаемый нами сервера Караметов Алла Рахметилиса. После чего его задержали и дали ему админарест на 10 суток. Видя этот беспредел со стороны правоохранительных органов, люди не остались в стороне. И сразу после этого вышли на одиночные пикеты еще 5-6 наших харбабашек, которых также подвергли административным штрафам. Но тем не менее это тоже не остановило наш народ. Более 100 человек после этого вышли на одиночные пикеты по всему Крыму. Показали, что они солидарны, солидарны друг с другом, солидарны с нашим народом. И что они всегда поддерживают и помогут друг другу. Тем не менее они также подверглись административным штрафам. Кого-то задержали, увезли, потом отпустили. И в этом тоже есть благо. После этого с нашего народа появились такие люди, как общественные защитники, которые не имея ни единого навыка защиты прав людей, либо специального образования в этой отрасли, все равно вышли и встали на защиту своих соотечественников. Показали, что мы едины. Это и есть показатель нашего берлика в демате. Показатель того, что наш дух не сломит тогда, когда мы все вместе. Наш пророк, саллиллаху алейкум ассалям, в одном из хадисов сказал. Не отворачивайтесь друг от друга, не завидуйте друг другу и будьте же о рабы Аллахом, братьями. То есть это то, что должно нас побуждать к тому, чтобы мы всегда стояли на защите прав друг друга. На защите прав тех людей, которых незаконно угнетают. Продолжение следует...